Комиссия США по международной религиозной свободе, независимый консультативный орган правительства США, который следит за международной свободой религии и убеждений в своем ежегодном отчете о глобальной религиозной свободе за 2023 год, перечислила 17 стран, включая Китай, как страны, вызывающие особую озабоченность. Председатель Комиссии США по международной религиозной свободе Нурит Уркель заявил на онлайн-пресс-конференции в понедельник. Комиссия США по международной религиозной свободе по-прежнему глубоко обеспокоена давлением коммунистического правительства Китая на свободу вероисповедания внутри и за пределами Китая, несмотря на растущий авторитаризм во всем мире. Как задокументировано в отчете, Китай продолжает осуществлять геноцид против уйгурских мусульман, подвергая их задержанию, принудительному труду, политическому промыванию мозгов, массовому надзору, принудительным межконфессиональным бракам, стерилизации и абортом. Крупнейший китайский поставщик нефтехимической продукции Синопек начал разработку самой глубокой в Азии скважины нефти и природного газа, глубина которой, как ожидается, составит 9472 метра, расположенной в Восточном Туркестане. С тех пор, как китайский режим вторгся в Восточный Туркестан, он проводил колониальную политику, чтобы гарантировать спрос на энергию, перемещая природные богатства Восточного Туркестана в китайские провинции. По мнению китайских властей, проект еще раз демонстрирует, что в случае его завершения, Китай сохранит свое место в рейтинге лидеров области технологий сверхглубокого бурения скважин. Когда Казахстан и Китай собирались подписать соглашение об освобождении от виз, жители Казахстана выразили протест против того, что китайцы начнут стекаться в Казахстан еще до того, как соглашение будет реализовано. Согласно соглашению, туристам, въезжающим без визы, будет разрешено оставаться на территории другой страны в течение 30 дней после въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней. Соглашение будет официально подписано во время визита президента Казахстана в Китай 18 мая. В настоящее время общественность всего Казахстана открыто протестует против этого соглашения, заявляя, что оно слишком опасно для Казахстана и коллективно призывает президента Касыма Жумарта Такаева. Посол США в Пекине Николас Берн заявил, что они готовы к диалогу на разных уровнях, подчеркнув, что каналы связи должны оставаться открытыми на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. Как сообщает CNN, посол Берст выступил онлайн на мероприятии, организованном аналитическим центром Стимсон Центр со штаб-квартирой в Вашингтоне. Подчеркнув, что США не выступают за конфликт, Берн сказал, «Мы придерживаемся мнения, что между двумя правительствами должны быть созданы более эффективные и глубокие каналы связи. Мы готовы вести переговоры с Китаем, мы никогда не стеснялись этого. Мы надеемся, что китайская сторона согласится с нами в этом вопросе». Эксперты по правам человека отметили, что политика Китая в отношении так называемого Центра профессиональной подготовки аналогичного политики Восточного Туркестана представляет угрозу для самобытности тибетцев. Согласно информации на новостном сайте Организации Объединенных Наций, независимые эксперты по правам человека выступили с совместным заявлением, отметив так называемую политику дешевой рабочей силы и так называемой занятости, которую Китай проводит в Тибете. Министр иностранных дел Китая Чинган в ходе встречи со своим монгольским коллегой Бацицегом Батмунхом, посетившим Пекин, выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Стороны также договорились о расширении сотрудничества в области борьбы с песчаными бурями и устойчивого развития.